Друзья, всем большой привет! Сегодня я начинаю цикл роликов с воспоминаниями легендарного советского лётчика-испытателя Петра Стефановского, которому довелось испытывать разнообразную авиационную дичь. Начнём мы с самолёта ДБЛК, которого лётчики прозвали «летающей курицей». Воспоминания будут коротенькие, но очень интересные. А если вы хотите побольше, то для спонсоров вышли эксклюзивом 50-минутные воспоминания про очень крутой проект воздушного авианосца под названием «Звено». На тяжёлый бомбардировщик устанавливали сразу несколько истребителей, и Стефановский рассказывает о том, как управлял такой махиной. Ссылка на бусте и спонсор в закрепе. А я желаю вам приятного прослушивания. Этот летательный аппарат все работники НИИ ВВС называли «курицей». Кто дал ему такое прозвище, неизвестно. Однако оно оказалось довольно точным. Слово «самолёт» к нему никак не подходило. Аппарат не летал. Михаил Александрович Нюхтиков совершал на нём лишь рулёжки и подскоки. Официально «курица» лётчика Нюхтикова именовалась ДБЛК. «Куцей» — неказистый самолёт — не имел хвоста. Сконструировал его один из видных инженеров ЦАГИ — профессор Виктор Николаевич Беляев. В результате длительных расчётов, многочисленных исследований и продувок аналогичной модели планера в аэродинамической трубе профессор пришёл к выводу — самолёт может летать без столь привычного хвоста и при этом обретёт более высокие аэродинамические качества. Он и построил такую машину — двухмоторный бомбардировщик, летающее крыло — ДБЛК. Силовая установка ДБЛК состояла из двух очень мощных моторов того времени — М87 по 1050 лошадиных сил каждой. На самолёте имелось много оригинальных конструкторских новинок. Крыло тонкое, с большим удлинением. В плане оно напоминало трапецию с резким сужением на консолях. Передняя кромка крыла не прямая, а со стреловидным отклонением, только не назад, как это было принято в самолётостроении, а вперёд. В центральной части задней кромки крыла возвышался высокий киль. На его верхней трети располагался руль глубины без стабилизатора. Руль поворота находился сверху руля глубины и позади киля. Слишком большая площадь оперения кое-кого пугала, но оказалось, что рассчитана она удачно. Плечо получилось ничтожным. В довершении всего на самолёте совершенно отсутствовал фюзеляж. Рабочие места находились в моторных гондолах. Слева пилотская, справа штурманская. Стрелки располагались в конусообразных окончаниях мотогондол. У каждого из них было по два пулемёта с круговым обстрелом. Испытателям института уже приходилось иметь дело с необычными самолётами, но такого, как этот, они ещё не встречали. Михаил Нюхтиков, ведущий испытатель ДБЛК, технически грамотный, одарённый лётчик, любил подтрунивать над своим патроном профессором Беляевым. Однажды он заявил, что в авиации появился новый, доселе невидимый вид конструкторов-фантастов. Только они заставляют нас летать не в воображении, а на самом деле. К ДБЛК мы относились с опаской. Даже Нюхтиков. Он рулил, делал разбеги и подскоки, но взлетать не решался. Испытатель выявил ряд существенных недостатков самолёта и потребовал переделок. Профессор Беляев, уверенный в непогрешимости своих расчётов, горячо возражал. Примирить их было невозможно. И командование НИИ ВВС назначило специальную комиссию, в которую вошли наиболее опытные лётчики. Перед нами поставили задачу определить целесообразность переделок, требуемых Нюхтиковым. Поскольку члены комиссии проверяли рекомендации Нюхтикова не в воздухе, а на рулёжках и подскоках, их работу остряки нарекли обрулом курицы. Комиссия пришла к тем же выводам, что и Михаил Александрович Нюхтиков. В переделке нуждались и органы управления самолёта, и система амортизации шасси. С последним требованием не соглашался лишь лётчик-инженер Филин. Он утверждал, что шасси выполнены отлично. Своё особое мнение член комиссии решил тут же подтвердить на практике. Управляемый им самолёт отделился от земли, сделал несколько гигантских козлов и сломал левую стойку шасси. Потом Александру Ивановичу приходилось восстанавливать в глазах товарищей и начальников свой резко пошатнувшийся авторитет. Однако Филин этим полётом принёс и некоторую пользу дела. Ремонт сломанной стойки затянулся, и у конструктора оказалось достаточно времени на выполнение рекомендованных нами переделок. По окончании всех работ Михаил Александрович снова запустил моторы и вырулил самолёт на полосу. Заводские самолётостроители и институтские работники, как всегда, столпились на краю лётного поля. Курица начала делать всем надоевшие скачки. Один из них почему-то сильно затянулся. Самолёт поравнялся с верхушками росших невдалеке деревьев. «Неужто, наконец, решился?» – заволновались возбуждённые зрители. Решился. Самолёт уверенно набирал высоту. Поднявшись метров на 150, он сделал плавный разворот и, подгоняемый попутным ветром, благополучно приземлился. Неожиданный для всех взлёт курицы Нюхтикова кардинально изменил её дальнейшую судьбу. Ведь руководство ВВС смотрело на ДБЛК как на неудачный эксперимент талантливого инженера. Ну, дескать, у кого не бывает ошибок. Но в тот осенний день, когда самолёт поднялся в воздух, в Москве уже готовилось решение о прекращении его испытаний. Командование института потребовало от лётчика-нарушителя подробнейшего отчёта в содеянном. Погода стояла явно нелётная. Низкая облачность, сильная дымка. Разрешение на полёт Нюхтиков ни от кого не получал. Михаил Александрович дал такое объяснение. Во время подскоков, они же не запрещались, старался выяснить поведение машины при возрастании скорости. Увлёкся и вдруг заметил, что для пробега полосы не хватает. Ну не ломать же опять самолёт. Попробовал перевести его в набор высоты. Курица послушно пошла вверх. Поднялся метров на 150, одумался, горизонтальной видимости нет, облачность низкая. Выполнил разворот на 180 градусов и пошёл на посадку. Сел. Нюхтикову сделали соответствующее внушение, о совершившемся факте доложили в Москву. Оттуда поступило распоряжение продолжать испытания. Михаил Александрович летал много, с увлечением. Не раз и мне доводилось подниматься на ДБЛК. По технике пилотирования он мало чем отличался от обычных самолётов. Был несколько неустойчив в путевом отношении лишь на разбеге и пробеге. Сказывалась короткая база между колёсами шасси и костылём. Окрылённый конструктор внимательно прислушивался к каждому замечанию лётчиков. Охотно шёл на переделки и усовершенствование конструкции. Испытания завершились успешно. ДБЛК показал хорошие лётные качества, намного лучше, нежели у находившегося на вооружении бомбардировщика с такими же моторами. Единственное, что помешало самолёту Беляева пойти в серию, это недостаточность обзора у лётчика и штурмана при выходе на цель. Они находились за мотогондолами и впереди себя почти ничего не видели. Да, ДБЛК явился первой попыткой создания боевого самолёта принципиально новой конструкции. И этот эксперимент удался.